Несложно догадаться, благодаря кому украинский фронт до сих пор стоит и будет это делать до победного. Вооруженные силы Украины делают ну просто все возможное, чтобы защитить своих людей, чтобы наконец-то был мир в стране. Эти украинские киборги без страха встретили российских зомби 24 февраля на границах, отбили наступление на Киев, освободили Харьковскую область, Херсон, города Востока. О солдатах ВСУ не просто нужно говорить, о них нужно писать книги, снимать фильмы и делать видео. Поэтому этот ролик будет посвящен именно им. Я расскажу о нескольких историях с войны, которые точно зацепят каждого. Вы узнаете на что готовы идти ради победы украинцы и точно согласитесь с тем, что они настоящие герои 21 века. Меня зовут Семен, канал Мегашот ТВ. Начинаем. Феномен украинских солдат Защищать свою страну это нормально и полностью оправданно. Тем не менее, на фоне этого многие не видят в украинской армии настоящие ее достоинства. Просто задумайтесь, как минимум эти ребята осознанно пошли на борьбу со страной-гигантом. РФ самая большая страна в мире, но украинцы все равно умудряются показать ей, кто на самом деле силен, а кто так. В чем же секрет? Ну, в первую очередь, это реальная преданность своей земле и людям. Казалось бы, тут все очевидно, мол, каждый человек будет отставить интересы того места, где он родился. Но это далеко ошибочное мнение, потому что преданность это не о долге, а об осознании. У ВСУ есть цели. Понимаете, они готовы на все ради них. Они преданы своим идеям, родным, своим позициям. Попробуйте за деньги сделать из украинского военного коллаборанта. Да чтобы найти такого предателя, придется предложить такую низкую сделку тысячам. Но только стоит предложить большие деньги россиянину, как он сразу задумается над предложением и, вероятнее всего, согласится сдаться. О чем это говорит? О том, что у россиян нет понимания своего места в этой войне, в отличие от героев с Украины. Кроме этого, солдаты ВСУ очень быстро учатся и имеют уже колоссальный опыт в серьезных военных операциях. Примерно тому натовские учения, которые показали, что за короткий промежуток времени, за пару месяцев, украинцы учатся тому, что по стандартам преподается год, а то и больше. Да и 9 лет войны с 2014 года уже очень хорошо научили ВСУ адаптироваться к новому оружию, новым тактикам и огромной разницы в количестве личного состава между сторонами. Это влияет и на лучшую технику ведения боевых действий, и на собранность, и на быструю схватку новой информации. К феноменам украинской армии можно отнести ее огромнейшую мотивацию, да и общую позицию военнослужащих в принципе. Как говорили западные эксперты, нам у украинцев нужно учиться вот чему. Они знают, за что воюют, и это главное. Кроме того, очень сильно на успехи и героизм солдат влияет то, как они попали на фронт, по своему желанию или принудительно. Так вот, если в РФ 90% забрали насильно, то в Украине те же 90% пошли защищать страну добровольно. С украинской стороны все равны, нет никаких споров между собой, воины не болеют деньгами или славой. И вот как раз именно это объясняет уникальность всех тех историй, о которых я расскажу дальше. Александр Оксанченко Военного летчика первого класса полковника Александра в авиамире знали все. В Украине он первый из летчиков-истребителей овладел сверхсложными фигурами летного пилотажа. А когда демонстрировал свое мастерство на международных шоу, то в прямом смысле ему не было равных. На самолетах он часто делал пируэты на огромной скорости, чем и славился за границей. И, кстати, он же стал победителем в номинации «Лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО» в Великобритании. Я думаю, это о многом говорит. За его именем стоит более 2000 летных часов. Пилот успешно летал как на боевом Л-39, так и на знаменитых МиГ-21 и Су-27. Украинский герой Оксанченко стал одним из лучших мастеров не только воздушного шоу, но и реального боя. Еще в 2016 году его наградили орденом Даниила Галицкого за защиту воздушного пространства в зоне АТО и во время оккупации Крыма. То есть этот украинец с первых дней войны защищал небо и действительно очень много сделал для своей страны. Также Александр Оксанченко был учителем и наставником молодых ребят-летчиков. Среди собранного образа привода Кырева есть его ученики. К сожалению, 25 февраля стало последним днем жизни для украинского героя. Я думаю, все помнят, что первые дни полномасштабного вторжения были одним из самых сложных. Россия шла не только танками, но и авиацией. В тот день летчик защищал столицу, где во время воздушного боя он отвел вражеские самолеты на себя. Александр погиб в воздухе. И он знал, что делает, потому что никаких приказов пойти на жертву ему не давали. Он пошел на смерть в моменте и выиграл время остальным украинским летчикам, благодаря чему российскую авиацию получилось уничтожить. К сожалению, очень большой ценой. У мужчины осталась жена и две дочки. Александру посмертно присвоили звание Герой Украины. Самое ужасное, что погибают вот такие вот талантливые и преданные люди, которые не сделали ничего плохого, а наоборот, спасли тысячи невинных жизней. В то время, как российская армия без чувства стыда и морали просто так уничтожает целую нацию, пытает людей и издевается над ними. Такие нелюди должны сидеть в тюрьмах пожизненно, и им нет прощения. Виталий Скакун Вообще, за специальностью этот парень был инженером программного обеспечения. Он работал и в Польше, и во Львове. Да и по сути, никак не относился к ВСУ. Но в 2021 году Виталий подписал контракт на службу в украинской армии и поехал на Николаевщину. Восемь месяцев он был в АТО, где получил медаль ветерана войны. За день до полномасштабного вторжения солдату позвонила его мама. Это было вечером. В родном городе Война в Бережанах Тернопольской области уже слышали, что что-то будет происходить. Тогда в телефонном разговоре парень сказал, что точно никуда уже не деться и вторжение произойдет. Мама, нам никто не поможет. Должны отбиваться сами. Вот что сказал Виталий за несколько часов до своей смерти. Во время российского вторжения 1922 года сапер и матрос Виталий Скакун находился в составе сил, которые одними из первых давали отпор врагу на Крымском перешейке. Это Херсонская область. 24 февраля, чтобы остановить продвижение танковой колонны, украинскими военными было принято решение о подрыве генического автомобильного моста. Нужен был доброволец, который согласился бы пойти на это. Выполнить такую задачу согласился 25-летний инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий. Мост был заминирован, но уйти оттуда солдат не успел. По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв, парень погиб. Его героический поступок замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону. У морского пехотинца осталась мама, бабушка и старшая сестра. 26 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Виталию Скакуну звание Герой Украины. Борис Харчук Борис родился в Житомирской области. Сейчас ему 35 лет. И большую часть своей жизни он служит в армии. Там солдат с 2001 года. До 2016 года украинец служил в разведке, после чего стал главным старшиной батальона. Когда началась война в 2014 году, некоторые служащие просто сбежали с армии. А те, кто остались, решили стоять до последнего. Защитник с 2014 года вел бои за гору Карачун, Ясиноватую и Тельманово. Участвовал в освобождении Славянска и Краматорска, штурме шахты Бутовка, в выводе подразделения без потерь с Дебальцево, в боях за промзону Авдеевки. Эти места около двух лет были настоящим адом для украинцев. Там шли очень жестокие бои. В этом году Борис с батальоном снова вернулся в Авдеевку. Только уже при полномасштабном вторжении. От позиций, где находился защитник, с одной стороны Крысянам 80 метров, с другой 150-200. Просто представляете это напряжение и вообще состояние людей, которые находятся в пяти минутах от главного врага и жестких марионеток, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. По сути, любая ночь там может быть последней. Но это не пугает солдата. Он прошел уже через такие страшные вещи, что фронт стал для него домом. Благодаря бесстрашию тех ребят в горячих зонах Украина освобождает свои территории. По-другому ничего бы не вышло. Сейчас Борис воюет за свою страну без одной руки. Это боевое ранение он получил в 2022 году. 9 мая за вечер его батальон дважды обстреляли. Когда военный схватил противотанка и ружье и начал отвечать, обстреливая вражеские позиции, перед ним разорвался мешок для укрепления позиции. Осколок серьезно поранил ладонь и вошел в плечо. Врачи долго думали, стоит ли доставать обломок. И решили его не трогать, потому что он находится в таком месте, куда трудно добраться. Для чего пришлось бы разрезать плечо. Сейчас рука солдата нормально работает, заживает и двигается. Но, к сожалению, до локтя концовку пришлось удалить. Несмотря на ранение, это не помешало мужчине вернуться к своим на Донбасс. Как говорит сам Борис, кстати, тоже награжденный званием Героя Украины, что он рассчитывает службу до самой пенсии и никуда уходить не будет. А на вопросы про то, не хотелось бы военному отдохнуть от постоянных обстрелов и напряжения, он отвечает, а кто тогда будет воевать? Кто? Я не хочу, чтобы это дошло до Житомира. За эти три месяца, что мы здесь, на лужайке, не чувствую сильного сопротивления. С одной стороны, очевидно, людей не хватает. Постреливают с одного места, перебегут на другую позицию, оттуда постреляют, показывают свое присутствие и все. Игорь Декун Жизнь на фронте началась для этого парня еще в 2014 году. Аннексия Крыма, потом первые бои на Донбассе, и студент третьего курса юрфака университета МВД тут же берет академотпуск и вступает в ряды вооруженных сил Украины. Событие 2014 года Игорь считает самой тяжелой войной. Против танков воевали не только со стрелковым оружием, но и со старыми гранатами. Это еще оружие времен Второй мировой войны. Сейчас куда лучше ситуация, говорит военный. По иронии судьбы, его главное сражение в Ирпене решило тоже советское оружие. Из противотанкового гранатомета РПГ-7 он остановил две машины десанта. Солдат утверждает, что успех достигает не количеством, а качеством и желанием победить. 22 марта подразделение Игоря вошло в город Ирпень. Согласно поставленной задаче, украинские бойцы заняли рубеж обороны. Позиция была буквой Г, фронтом справа. Как рассказывает сам Игорь, когда занимали оборону, все понимали, сдавать позиции никак нельзя, потому что это пригород Киева. Несмотря на ожидания худшего, первый день прошел спокойно. А вот уже утром 23 марта начались артообстрелы. Россияне проводили разведку боем, при этом используя БМД и БМП-3 с пехотой. Командир роты капитан Кайман принял решение собрать ударную группу и выйти с ней на тот фланг, где была угроза прорыва. Игорь с капитаном и 10 бойцами, взяв противотанковые гранатометы и запас гранат, пошли вперед. Парень сразу понял, если не подбить приближающееся БМП, то она не даст ничего сделать. Поэтому солдат быстро среагировал и попал в машину. После этого украинцы решили брать россиян в кольцо соседними улицами. Но Игорь решил идти дворами, где встретил Кадыровцева, который подумал, что идут свои. А после украинский защитник в одиночку вышел на колонну российской техники, который уничтожил несколькими выстрелами. Расстояние было до врагов небольшое, около 30 метров. Так Игорь Декун ликвидировал последнюю угрозу и Ирпень был окончательно освобожден. Также удостоен звания Героя Украины. Катерина Полищук Украина и мир узнали о парамедике с позывным «Пташка» весной 2022 года, когда соцсетями разлетелось видео, где девушка, сидя под обстрелами, пела для своих братьев на фронте. Ролик был записан в подвале Азовстали в период самых жестоких боев в Мариуполе. Своими песнями под взрывами Катерина хотела привлечь внимание мира к раненым гражданским и военным, потому что мариупольцы выживали в городе в буквальном смысле. Российская армия не переставала лишать жизни и снарядами целые семьи, беременных мам, детей, пенсионеров, животных. По образованию украинка музыкант, родилась она в Тернополе, а с 2021 года служила медиком в батальоне «Госпитальеры». 24 февраля «Пташка» уехала в Мариуполь, в госпиталь, а когда его разбили, Катерина осталась гарнизоном на Азовстали, хоть и могла оттуда сразу выехать. 19 мая 2022 года Катерина Полищук вместе с другими медиками и военнослужащими ВСУ выполняла приказ президента Украины. Вышла из Азовстали и вместе с другими защитниками попала в плен. Спустя 4 месяца в плену российские зомби опубликовали видеоинтервью с девушкой, в то время как многие думали, что ее уже нет в живых. На ролике «Пташка» на вопросы нелюдей отвечала только на украинском и не боялась открыто говорить о том, что она делала на фронте, за что воевала и за что будет воевать. Позиция Кати железная, и даже под автоматами с десятками тиранов с РФ она не сдерживала себя в патриотических высказаниях, не боялась последствий и говорила правду. 21 сентября состоялся обмен пленными, среди них была освобождена и украинка. Эта девушка является для многих примером стойкости во время войны, где все равны, мужчины, женщины, все выполняют свой долг. Кто-то помогает гуманитаркой и деньгами, как делает Катерина сейчас, уже после плена. А кто-то стоит с ружьем на фронте или сидит в подвалах Азовстали до последнего, защищая свою землю. Михаил Дианов Известный всему миру, украинский солдат с позывным «Мишане» родился в Тернополе в 1980 году. Он окончил музыкальную школу и мечтал стать бас-гитаристом. Но за свою жизнь сменил много работ, а музыка так и осталась его мечтой. В 2015 году Дианов отправился добровольцем на фронт. Сначала мужчина пошел в 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, а позже стал морским пехотинцем. До Мариуполя и плена Михаил был гранатометчиком в приазовских степях. Затем раненый попал на завод Ильича и Азов-Маш. Оттуда Дианову удалось уехать на Азовсталь. Он воевал одной левой рукой, а известным стал после публикации фотографий защитников завода в мае 2022 года, который сделал боец Азова Дмитрий Казацкий, позывной арест. До этого ни одного известия о нем у родных не было больше месяца. Раненый Михаил Дианов попал в российский плен после выхода с завода Азовсталь 20 мая. В плену солдат пережил страшные издевательства и пытки. Там он похудел на 40 килограмм. Его фотографии до и после облетели весь мир. Украинский воин стал настоящим символом и примером для всей планеты. Кроме того, несмотря на то, что он очень изменился визуально, внутри солдат не поменялся и всегда верил в победу Украины и своих братьев на фронте. Из плена Михаил был освобожден 21 сентября вместе с другими 214 военными. Дианов получил ранение обеих ног и правой руки. У него не хватало 4 сантиметров кости в верхней конечности. После освобождения мужчина долго проходил лечение и реабилитацию, которую оплатили спонсоры. Но уже сейчас украинец чувствует себя намного лучше. Он набрал вес, прошел несколько операций и, несмотря на постоянное лечение, защитник продолжает помогать стране. Собирает на фронт всю необходимую помощь и не дает миру забыть о том, что на самом деле происходит на украинских территориях. А происходит война. Вадим Ворошилов. Украинский военный летчик, который родился на Полтавщине и служит в авиации с 2016 года. За год до полномасштабного вторжения парень уволился, но после 24 февраля снова стал на защиту Украины. На борту под номером 10, который воздушные силы не раз показывали на видео, украинец выполнил около 20 боевых вылетов. А 12 октября состоялся самый известный из них. В тот день утро Вадима началось с тревоги в 4 часа. Подали сигнал в воздух, то есть началась атака беспилотниками и небо нужно было защищать. Один летчик уничтожил два шахеда на юге Украины. А следующий после него на здание пошел сам Вадим. Он уничтожил три воздушные цели и спокойно выполнил посадку. Но одним утром россияне не ограничились и воздушная атака возобновилась под вечер. Тогда летчик вылетел оборонять небо над Винничиной. Там военный успешно сбил пять дронов. Но при уничтожении последней цели обломками от взрыва было повреждено его воздушное судно. Стекло, кабины и носовая часть самолета были разрушены полностью. А военный получил многочисленные порезы. Кровь мешала полноценно оценить обстановку. Но действовать нужно было быстро. Потому что самолет в прямом смысле падал на жилые дома. Несмотря на такие экстренные условия, Вадим быстро осмотрел посадочный участок перед собой. Где за населенным пунктом виднелось поле. Дальше уже начался пожар внутри кабины. И когда огонь уже начал переходить на пилота, Ворошилов катапультировался. В моменте перевернув самолет в сторону незаселенных участков земли. В итоге парень приземлился в 8 километрах от места падения самолета. Сначала летчик позвонил командиру. Телефон это, можно сказать, единственное, что уцелело после падения. А потом Вадим самостоятельно дошел до дома в ближайшем селе. Где его приютили местные жители. После героического вылета местные прозвали Вадима Ворошилова призраком Винницкой области. А его фото в окровавленном шлеме с лицом разлетелось по всему миру. Фоткал себя парень, кстати, чтобы оценить ситуацию. Серьезность ранений. К счастью, полученные травмы не были смертельно тяжелыми. И военный быстро восстановился. В декабре ему присвоили звание Герой Украины. Дмитрий Чавалах. Уже 24 февраля в самом начале войны уроженец села Соколовка Хмельницкой области старший лейтенант Дмитрий Чавалах ввел тяжелое сражение с российской армией. И ценой собственного ранения помог своим собратьям выйти из окружения. В тот день батальону Дмитрия была дана команда прорываться через Антоновский мост в сторону Херсона. Тогда перед ними первая пошла танковая рота. Она основной удар взяла на себя. А после уже пошла пехота. В первый день полномасштабного вторжения украинцам удалось закрепиться на правом берегу Днепра. Но во время закрепления солдат получил тяжелое ранение. Тем не менее, еще в течение 50 минут он продолжал давать команды по радиостанции. Последнее из них забирайте, потому что мы уже все. Эвакуировали 27-летнего военного бойцы из ТРО. Они же отвезли его в больницу. Информация в батальоне Дмитрия о том, в какую больницу, в каком состоянии его туда доставили, была потеряна. Телефона на тот момент не было, как и любой другой связи с солдатом. Из-за того, что защитник был тяжело ранен, начали думать, что он погиб. Это же передали и близким. 26 февраля после сложной операции офицер очнулся. Говорит, сразу позвонил по телефону командиру батальона имами. Она не узнала его голос и даже сначала не поверила, что звонит ей действительно ее сын. После 28 дней лечения, оккупанты начали ходить по больницам проверять, есть ли там раненые украинские военные. Тогда Дмитрий понял, что нужно где-то прятаться, потому что других вариантов нет. Прикрыть военного согласился один из жителей Мариуполя. Этот мужчина приехал и забрал солдат под свою ответственность. Несмотря на то, что у самого были дети и жена. Я думаю, понятно, что это было очень опасно. После двух месяцев в херсонской семье Дмитрия Чавалаха удачно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию, где он продолжил лечение. Украинский воин говорит, что в будущем хочет помогать военным, нуждающимся в реабилитации. В этом году он решил освоить еще и профессию военного психолога. Дмитрий – герой Украины. Во-первых, все украинские военные, абсолютно все, получают огромную поддержку от государства. Это многочисленные льготы, бесплатные программы лечения, высокая зарплата и соответствующая пенсия. Это поддержка их семей, как финансовая, так и моральная. Это уважение, в первую очередь, и забота, внимание. Во-вторых, кроме страны, солдатам помогают простые люди. Украинцы очень благодарны своим защитникам. Они помогают военным всем необходимым – от волонтерских посылок на фронт до полной оплаты нужного лечения. Так, например, Михаилу Дианову помогли восстановиться и сделать дорогие операции за границей. Именно украинские спонсоры. Благодаря им мужчина теперь здоров и идет на поправку. Также в Украине принято награждать военнослужащих за службу своей страны. И это проходит не так, как в Болотной РФ, где Карлик Путин один раз вышел на 100-метровом расстоянии к нелюдям, которые издевались над украинцами и вручил им медальки, промямлив очередную заученную дичь. И понятно, что сделано это было исключительно для телевизора. В Украине награды за мужество, за преданность, за поступки получают все. Из тех героев, которых я перечислил сегодня, все удостоены наград. Пташку и Дианова наградили орденом за мужество. Все остальные носят звание Героя Украины с орденом Золотой Звезды. Я хочу, чтобы после этого ролика вы посмотрели на людей на фронте с другой стороны. Каждый, кто там сейчас находится, это герой. Каждый, кого уже нет в живых, герой посмертно. И суть тут не в орденах, а в значении этих солдат для украинцев и всего мира. Ведь тысячи военных историй, тысячи. И их не пересчитать и не запомнить. Я рассказал только часть из них. Многое наверняка останется для нас нераскрытым, потому что, к сожалению, очень много жизней забрала армия РФ в землю. Ребят закапывали в братских могилах. О половине из них, если не больше, сейчас нет никакой информации. После победы, возможно, нам расскажут еще миллионы таких героических историй. Но самое главное сейчас не сдаваться и идти до победного конца войны. Сэбудэ, Украина. Поделитесь в комментариях своими историями. Может кто-то из близких или знакомых сейчас воюет. Я обязательно все прочту. Мы должны знать и осознавать те реалии, в которых сейчас живут украинские защитники. Не только, кстати, Украины, но и всего мира.